Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время итоги» в студии Владимир Сорокин. В законодательном собрании Севастополя состоялась очередная сессия. Без шума и пыли у здания Севастопольского института банковского дела подняли флаг Российской Федерации. Инвалидов лишили работы. На площади Лазарева демонтировали выставку продажу сувенирных изделий. Незаконные стройки, наружная реклама и кадровые назначения стали главными темами пресс-конференции исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Он отметил, сейчас город еще находится в стадии переходного периода, но постепенно новые власти уже начинают наводить порядок. Незаконных строек в Севастополе больше не будет. Контролировать это взялся лично исполняющий обязанности губернатора города Сергей Миняйла. Все, что построено без документов и разрешений, снесут, причем за счет самих же застройщиков. А всех нарушителей накажут в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следить за этим теперь будет специальный вновь созданный орган. Накажут и глав районных администраций, если они будут проявлять халатность в этом вопросе. Председателя Гагаринской РГА уже официально предупредили. Я на сегодняшний день создаю структуру свою при губернаторе, которая будет заниматься функцией контроля исполнения моих распоряжений в вопросах незаконного строительства, в вопросах исполнения моих распоряжений по приостановлению всех строек и проверке соответствующих нарушительных документов. Под раздачу попадет и наружная реклама. Ее размещение приведут в порядок в соответствии с ГОСТами РФ. Все, что окажется вне закона, будет убрано, а нарушители наказаны. Бороться будут и с неплатильщиками налогов. В новой власти уже известный ряд предприятий, чьи доходы идут в обход городской казны. Среди них и Горгаз. В ближайшее время это предприятие ожидает аудит как органами прокуратуры, так и независимыми экспертами. Мы должны знать все своих героев в лицо и поименно. И будем по мере поступления информации и проблемы их решать и озвучивать. Что же касается структуры нового правительства, то она уже определена. Правда, некоторые должности до сих пор еще вакантны. Так, в ближайшее время в Севастополь приедут будущий начальник управления здравоохранения и заместитель губернатора по земельным вопросам. По словам Сергея Миняйла, в городе ощущается кадровый голод. Для новой власти критерии отбора чиновников очень высоки. Все будет делаться для города, ради города, для жителей Севастополя и ради жителей Севастополя. Это делается будет не только мной, это делается всей России. Потому что мы лицо России на сегодняшний момент. Мы очередной раз на СТЕ и мы здесь представляем Россию. В скором будущем в городе появятся круглосуточные дежурные. Причем будут это сами чиновники. Как в городской администрации, так и в районах. Анастасия Крапивко, Лариса Кужанова, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Важные решения на этой неделе площадь Нахимова превратили в пешеходную зону. Теперь весь транспорт паркуется в ее окрестностях в несколько рядов. И как попало, альтернативной стоянки пока нет. Но скоро появятся, уверяют городские власти. Как к нововведению отнеслись севастопольцы, знает Ольга Деменчук. Отныне на площади Нахимова чисто и просторно. Губернатор распорядился сделать здесь пешеходную зону. Приказ сразу же привели в исполнение. Проезжую часть от площади оградили дорожными знаками и конусами. Выставили наряд ГАИ. Площадь Нахимова – это площадь, где люди просто должны гулять. Набережная – это там, где не машины должны ездить, а люди должны гулять. И она должна быть не Шанхаем, как я уже говорил, а набережной. Нельзя парковаться на площади, поедем немного дальше и остановимся, где захотим. В 20 метрах от Нахимова по обе стороны улицы нагромождение транспорта водители, не стесняясь, оставляют машины, где придется. Тут и дорожные знаки – незакон. Пешеходные переходы и тротуары – популярные места парковки. Какое может быть движение? И стоянки, все эти на тротуарах. Все нужно устранить. Причем срочно. Там игнорируют знаки, а сам водитель. Проехать здесь невозможно, небезопасно для пешеходов. Вообще центр как-то надо разгружать. Парковаться тяжело. Трудно с парковкой. И, ну, не знаю, как-то вопросы, может быть, разрешаться. Нужно решить вопрос с парковкой в центре города. Решить срочно. Огромное количество припаркованных, как попало машин в центре города, серьезные преграды на пути оказания помощи, сетуют в спецслужбах. И если спасатели к месту пожара отныне могут добраться на малогабаритной технике, то у скорой такой альтернативы нет. В основном пробки забиты на стоянках машины, на обочинах стоят. Сегодня там дои стояла, мы проезжали. Так более-менее раскидали, но все равно. Ну, так дорогу чуть расчистили, только в той площади. Транспортный коллапс за пределами центральной площади некоторые севастопольцы вовсе не пугают. Люди говорят, зато теперь появилось место, которое станет образцом чистоты и порядка. Каждый день, каждую ночь коммунальные службы отмывали, оттирали эти жевательные резинки, плевки, подтеки масла и бензина. На следующий день приходим, то же самое. Так вот вопрос, почему мы, к сожалению, грубо скажу, почему мы гадим в нашу центральную площадь? Там же пятен много, вот посмотрите сами, сколько это грязи, сколько это пыли, сколько это окурков, сколько вот этого не нашего, не воспитания. А теперь будет хорошо, красиво. Сейчас мы от транспорта никуда не денемся, ну, как бы много людей имеет машины, да. В общем, сам езжу, поэтому проблемы возникают, но все равно я поддерживаю это решение. Я считаю, это правильно. Людей, в общем-то, больше, которые ходят, наверное, это правильно. В этом месте правильно. Власти города пообещали, альтернативу предложат. Парковочные места найдутся для каждого. Порядку научат всех. А если все же будут исключения, алгоритм простой. Незаконная стоянка, эвакуатор, штрафплощадка. Ольга Деменчук, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». Ознаменовалась эта неделя и кадровыми перестановками. Во вторник с поста исполняющего обязанности председателя Севастопольской городской администрации был отправлен в отставку Дмитрий Белик. Об этом на совещании сообщил губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Он поблагодарил Дмитрия Белико за проделанную работу и назначил на его место своего помощника Андрея Атаманцева. 13 мая началось формирование нового правительства Севастополя. По словам Сергея Миняйло, состав структур власти нуждается в кардинальных изменениях. Для того, чтобы мы что-то в городе Севастополе сделали, надо в правительство вливать новую кровь. Поэтому на сегодняшний момент я предоставляю отпуска Дмитрию Анатольевичу. Сергей Миняйло отметил, что пока Дмитрий Белик будет продолжать работать в законодательном собрании города. И не исключен вариант, что он еще потрудится на благо Севастополя. Его губернатор выразил бывшему главе исполнительной власти слова благодарности, заключив, что они абсолютно заслужены. Я хочу сказать спасибо за работу Дмитрию Анатольевичу, который возглавлял городскую администрацию. Второе. То, что во время событий он был здесь, рядом с Алексеем Михайловичем и рядом со всеми вами. И в ходе вот этих всех событий городская администрация во главе с ним, она свои функции не прекратила, а исполняла. Это я спасибо говорю. Общественности в качестве нового исполняющего главы город администрации был представлен помощник Сергея Миняйло Андрей Атаманцев. Его губернатор отметил, что это нельзя назвать отставкой Дмитрия Белика. Просто на данный момент он не видит его в рядах своей команды, которую сейчас собирается формировать. Но это ни в коем случае не преуменьшает достоинство бывшего главы исполнительной власти. Поступок, который был совершен, вот им лично, он достоин того, чтобы ему за этот поступок сказали спасибо. И достоин того, чтобы уважение. В быту может быть разное, но в экстремальной ситуации человек себя показывает. В экстремальной ситуации Дмитрий Анатольевич себя показал. Алексей Чалый также поблагодарил всех без исключения работников администрации, поскольку всем им пришлось работать в очень непростое время. В удобный момент обратиться ко всем сотрудникам государства администрации со словами благодарности за работу, которую мы вместе тогда проделали. Во время, которое, я думаю, каждый из вас будет вспоминать как историческое. Я, независимо от того, как дальше у кого сложатся судьбы, желаю вам попасть в новую власть исполнительную, успешную или найти просто хорошую администрацию. Дмитрий Белик также присоединился к словам благодарности в адрес сотрудников администрации, поскольку всем удалось очень четко сработать накануне проведения референдума и перехода Крыма и Севастополя в состав России. Мне довелось возглавлять администрацию, быть исполняющим обязанности, по сути, чуть более месяца, месяц. И легитимность нашей работы – это было доверие народа, и люди на нас смотрели, потому что, смотрите, что сегодня происходит в Одессе, что сегодня происходит на Донбассе. Там не нашлось, ну, давайте скажем честно, политиков, не нашлось администраторов, руководителей администрации, которые бы пошли за народом. Слава Богу, что у нас администрация в этот сложный период отработала. По словам Дмитрия Беликова, он продолжит свою работу в законодательном собрании Севастополя, постарается по возможности помогать новому формирующемуся составу правительства города. Святослав Данилов, Виталий Козловский, программа «Наше время». Перерасчет соцвыплат работникам небюджетной сферы, бесплатный летний отдых для детей и создание нового нотариального округа в Севастополе. Такие темы обсудили во вторник на сессии законодательного собрания. Социальные выплаты работникам небюджетной сферы вскоре пересчитают по курсу 3,8. Речь идет о пенсиях, начислениях фондов страхования, больничных листах и пособиях по рождению ребенка, которые назначались в период, когда денежной валютой была гривна. Данное решение позволит нам с применением коэффициента, мы предлагаем это коэффициент 38 рублей за 10 гривен Украины, применить для данных перерасчетов, позволит нам провести начисление по пенсиям, пособиям наших граждан города Севастополя. А вот дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, а также таланты, которые стали победителями конкурсов, чемпионатов и фестивалей, получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. На организацию отдыха севастопольских детей правительство России выделило больше 86 миллионов рублей. На эти деньги город закупит более 5,5 тысяч путевок, средняя стоимость которых составляет около 15 тысяч рублей за единицу. Первая смена начинается с 1 июня. Естественно, тендер мы провести не успеем. И предлагается, чтобы обеспечить оздоровление детей, разрешить структурному подразделению определенным главным распорядителем средств на закупку услуг по оздоровлению детей, осуществлять закупку путевок в детские оздоровительные лагеря без проведения конкурсных торгов. Прияли депутаты и закон, без которого севастопольские нотариусы просто не могли осуществлять свою деятельность. На момент присоединения к России юридические лица работали на основании свидетельств, выданных Минюстом Украины. И де-факто нотариусами не считались. Вскоре в городе будет создан нотариальный округ, в составе которого будет трудиться 74 специалиста. Такое большое количество нотариусов на территории города Севастополя, оно может быть на сегодняшний день с точки зрения российского законодательства нелогично, поскольку на территории Российской Федерации деятельность государственных нотариусов практически не велась. В законодательном собрании уже идет подготовка к сентябрьским выборам депутатов. Членов избиркома будет 12. С правом решающего голоса ряд кандидатур уже назначил ИО-губернатора Сергей Миняйло. Оставшиеся шесть на рассмотрение законодательного собрания подали общественные организации, политические партии и Севастопольский ЦИК. Решение депутаты поддержали большинством голосов. Александр Толкачев, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». 14 мая налоговой службой Российской Федерации зарегистрировано в качестве юридического лица правительства Севастополя. Таким образом, в соответствии с уставом города создан высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации. В четверг город облетела новость о захвате Банковской Академии. На самом же деле в городе просто определились со статусом вуза. У здания Севастопольского института банковского дела подняли флаг Российской Федерации. В сквере возле Академии пусто, но это не потому, что идут занятия. Наоборот, студентов отправили по домам. Грызть гранит науки они продолжат уже через несколько дней. Ну а пока институт банковского дела ждут изменения. Ветер перемен, который развивает триколор, коснется всех сфер и главным образом преподавания. Украинский язык, на котором велось большинство предметов, сменит русский. Мы надеялись, что это рано или поздно произойдет. Нам надоело ждать, когда наконец-то город обратит на нас внимание, что мы тут находимся пока на непонятно каких условиях и что нас ожидает. И вот впервые почти за шесть лет пары в Банковской Академии прервал не звонок. Вежливые люди вошли в аудитории и попросили студентов выйти на улицу. Преподавателям же предложили остаться и пригласили на совещание. Там объявили, что на должность ректора, которую ранее занимал киевский назначенец Олег Васюренко, теперь по распоряжению исполняющего обязанности губернатора Сергея Миняйла поставит жительницу Севастополя, проректора по учебно-воспитательной работе Оксану Грещенко. То, что пишут сейчас на форуме, что это проректор из Львова с автоматчиками, это вранье. Студенты начали выходить из института, то есть ни на стрельбы, ничего такого, паники особо не было. Вопрос о дальнейшей судьбе академии, которая раньше принадлежала Нацбанку Украины, в Севастополе стали поднимать в конце апреля. Объектом заинтересовались сразу несколько федеральных структур. В итоге институт под свое крыло взяло управление образования Севастополя. Отношения с главным вузом, который находится в Киеве, сотрудники пообещали уладить по-мирному, ровно как и вопросы, которые сейчас больше всего волнуют студентов. Мы платили за учебу, очень мало по сравнению с другими структурами Украины. Без оплаты студентов не хватит, чтобы платить зарплату преподавателям, персоналу и стипендии. В свое время академия была одним из объектов украинской государственной собственности, в развитие которой вкладывались немалые средства. Однако в управление образования успокаивают, оплата за обучение не поднимется, а дипломы российского или украинского образца специалисты и бакалавры получат в срок. Кто-то захочет русский диплом, российский, кто-то захочет украинский, но есть такая задача попытаться сделать два диплома, и русский, и украинский. Будут ли получать студенты стипендии? Что касается финансирования, то ничего не меняется. Не поднимется ли оплата за вуз? Ничего не будет повышено, ничего не будет изменено. Все будет работать так, так работало. Такой институт, если будет для России, сюда же с удовольствием пойдут наши ребята. Институт продолжает работать в обычном режиме. Учебный процесс изобновится уже завтра. Александра Толкачева, Деливер Меджитов, программа «Наше время». Что касается экономики, то с 16 мая 2014 в Севастополе установлен новый коэффициент перерасчета цен на товары, работы и услуги с украинской гривны на российский рубль. Теперь он не должен превышать трех целых. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Андрей Атаманцев. А уже с начала лета гривна в Крыму станет иностранной валютой. В наличном обращении ее полностью заменит российский рубль. Об этом заявил первый вице-премьер правительства республики, а Госдума России закрепила законодательно. Ранее местные власти уверяли, что на полуострове украинская валюта будет ходить без всяких ограничений до 2016 года. Гривна – иностранная валюта. Такое нововведение ждет крымчан уже в начале лета. Соответствующее решение одобрили депутаты Государственной Думы России. Сократить срок хождения гривны на территории Республики Крым и Севастополя до 1 июня 2014 года. Местные власти говорят, что через две недели за гривны в Крыму нельзя будет купить ничего. В качестве оплаты будет приниматься только российский рубль. Крымчане смогут рассчитываться во всех магазинах, во всех аптеках, во всех торговых сетях, на автомобильных заправочных станциях и в других сферах, во всей сфере услуг, исключительно в российских рублях. То есть расчеты в гривне приниматься с 1 июня не будут. В том, что бесконечная путаница в валютах скоро закончится, рады и люди. Сейчас одновременный оборот гривны и рубля сбивает жителей Крыма с толку. Непонятно, постоянно путаешься, платишь в рублях, сдачу дают в гривнах. Ну, в общем, это неудобно. Удобнее будет, когда будет одна валюта, ходить единая. Не против. Чем быстрее, тем лучше. Быстрее привыкнем, нам будет легче. Считать нам неудобно. А когда будет российский, уже будем знать. Правда, пожилые люди все же предпочитают рассчитываться гривной. Даже специально меняют рубли на украинскую валюту. Говорят, так удобно и выгодно. Для пенсионеров пока это может быть несколько шоковым. Почему? Потому что люди еще не привыкли пересчитывать, в голове быстро не соображают. Все равно кто-то же какую-то сумму гривен дома держал. Особенно люди, как мы, уже такого возраста. Но пока там был немножко запас гривен, который держали, мы его пока используем. Ранее крымские чиновники обещали, что гривна и рубль будут в параллельном обращении до начала 2016 года. Срок сократили якобы из-за повсеместной спекуляции на курсе валют. Для того, чтобы прекратить любую спекуляцию, связанную с хождением гривны и рублей, мы решили ограничить срок хождения гривны. Самый принципиальный вопрос – мы уже Россия, Российская Федерация. Любую сумму в гривнах жители полуострова смогут обменять на рубли по курсу Банка России. Для этого почтовая служба должна организовать специальные пункты обмена. Что же будет с гривной, удаленной в Крыму, пока неизвестно. Национальный банк Украины не прокомментировал ситуацию. Анастасия Крапивко, Александр Селегиненко. Программа «Наше время». Сделано в Китае, реализовано в Севастополе. В пятницу в центре города устроили настоящий привоз. На площади Ушакова украинские предприниматели организовали вещевой рынок с видом на море. За ходом торговли наблюдала Александра Толкачева. При виде камеры зазывала на площади опускает мегафон. С глазу на глаз уверяет, вещи на ярмарке исключительно высокого качества и только по доступным ценам. Страны-производители – Болгария, Турция и Австрия. На деле выясняется, что брендовый китч, исключительно с пометкой «Made in China». Прямо на смотровой, в центре города, не сувенирные лавки и даже не столики кафе. В тени торгового павильона с видом на море. Расположились вешалки с куртками из кожезаменителя. И обувь сомнительного качества. Броски и вывески с перечеркнутыми ценами. Скидки доходят до 3,5 тысяч рублей. Настоящий рай для экономных. Продавец любезно призывает поторопиться с покупкой. Ведь в Севастополь ярмарка заехала всего на один день. И почем? 3 тысячи рублей. Эта выставка продажа, по словам реализаторов, гастролирует по всему СНГ. Предприниматели из Днепропетровска скупают вещи у магазинов-банкротов, ниже оптовых цен, после чего продают задешево в ДК и кинотеатрах. О том, что документы на аренду павильона в центре Севастополя у них есть, предлагают поверить на слово. А о том, что одним своим появлением, даже без мегафона, наделают столько шума. Гореторговцы и аттракционы невиданной щедрости не могли даже предположить. Сами мы из Днепропетровска встраиваем выставку распродажи оба верхней одежды. Мы честно не знали, что здесь такое место. Просто договор мы заключили, документы есть, все заключающие об этом договоре. Для Натальи Викторовны, коренной жительницы Севастополя, эта площадка не просто участок в центре, место памяти. Во время первой обороны улицы, идущие от площади, были перекрыты батареями. Во Вторую мировую, именно отсюда, советские войска заняли рубеж после взятия немцами корабельной стороны. Женщина, признается, была поражена, когда увидела, что историческое место превратили в вещевой рынок. Должно быть место отдыха, а не место продажи. У нас есть места, где это делают. Центр города – это не торговая площадка. Это не рынок, не магазин, ничего. Тут должны люди отдыхать, они барахолку устраивают. Здесь тоже было сколько, все поубирали. Красиво и хорошо. А точки-то, они совершенно не нужны. Конечно, не хотелось бы видеть в центре города ни распродаж, ничего. Для этого, естественно, существуют определенные места. Рынков у нас достаточно в городе. О том, кому принадлежит эта территория в центре города, выяснить так и не удалось. Так же, как и кто сдал в аренду землю в исторической части Севастополя. Ответственность за это городские службы начали перекладывать друг на друга. Но факт остается фактом. Смотровая с видом на бухту уже в который раз становится предметом споров. Два года назад на видовой площадке уже демонтировали кафе. Александра Толкачева, Виталий Козловский. Программа «Наше время». А вот торговцам на площади Лазарева повезло куда меньше. Срок их ярмарки истек. Соответственно, выставку продажу сувенирных изделий демонтировали. Под раздачу попали не только незаконные торговцы, но и инвалиды. Тут продавали сувениры, сделанные их руками. Теперь людям с ограниченными физическими возможностями придется искать другие пути заработка на жизнь. Перед началом туристического сезона выставку-ярмарку Севастопольской городской организации инвалидов на площади Лазарева демонтируют. В декабре прошлого года она открылась с целью праздничных распродаж при содействии Ленинской районной администрации. В течение пяти месяцев жители и гости города покупали здесь разнообразные сувениры и изделия. Все – ручной работы, причём людей с ограниченными физическими возможностями. Но по распоряжению районной администрации пришло уведомление – это место необходимо освободить до 11 мая. Когда же пришли исполнители, люди в спешке начали собирать свой товар. Вчера пришла бумажка, но она была без печати, без ничего, поэтому мы её серьёзно как-то и не восприняли. Там ни шапки не было в заявлении, ничего. Мы посовещались все коллективом здесь, кто здесь работает, и подумали, что вопрос уладится. Мы рассчитывали отработать сезон, заработать на хлеб. Сейчас вот я, допустим, не знаю, что я буду делать завтра. Вот раз – и остался без работы. На этом месте расположено 8 палаток на 16 рабочих мест. Большинство изделий создано руками севастопольцев с ограниченными физическими возможностями. О торговле сувениров занимаются их родственники. У меня, допустим, дочка инвалид. И ту пенсию, которую она даже на сегодняшний день получает, нам не хватает её пенсии, чтобы как бы обеспечить ребёнка. Мне приходится днями-ночами сидеть, сшить мишек, кукол, вышивкой заниматься. Я уже даже своё зрение посадила. Девочка, которая варит мыло, она мама четверых детей. Вот это вот её заработок. За вот этот счёт она кормит семью. Директор общественной организации инвалидов говорит, на этом месте трудоустроено 7 человек с ограниченными физическими возможностями. Чтобы защитить их права, общественник обращался с заявлениями и к председателю Ленинской РГА, и ко всевозможным чиновникам. Но всё безрезультатно. Мы обратились о продлении ведения данной ярмарки и обосновали целесообразность проведения данной ярмарки, ввиду того, что на данной территории созданы рабочие места для инвалидов. Нашим предпринимателям не предоставлено никакой альтернативы. В частности, с нами никто из представителей города не пожелал вести конструктивный диалог о либо какой-то реорганизации, либо определении другого места ведения работы для сохранения рабочих мест. Во время демонтажа торговых палаток между исполнителями и продавцами вспыхивали дискуссии и перепалки. Без присутствия сотрудников правоохранительных органов не обошлось. А у представителей Ленинской РГА для официальных комментариев времени не нашлось. Общественники же намерены оббивать пороги чиновников с просьбами о сохранении рабочих мест до момента конструктивных решений. Кира Калинина, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Такими были основные события уходящей недели. Вы смотрели программу «Наше время. Итоги». В студии был Владимир Сорокин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин